В следующем хадисе сказано Сообщается со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха сказал, да будет унижен тот, в присутствии которого упомянули обо мне, а он не попросил для меня благословения. Далее пророк сказал еще раз, да будет унижен тот, кто застал месяц Рамадан и не было ему даровано прощения после его окончания. И третий раз повторил, да будет унижен тот, родители которого достигли преклонного возраста, но не ввели его в рай. Посланник Аллаха сказал, да будет унижен тот, или да будет опозорен тот, горе тому, в присутствии которого я был упомянут, но он не попросил благословения для меня. То есть не сказал, саллаллаху алейхи вассалям. Или же, если кто-то не может еще произнести этих слов, просто не сказал, да благословит его Аллах и приветствует. Очень многие люди, когда приводят из речения пророка, саллаллаху алейхи вассалям, или рассказывают что-либо о нашем пророке Мухаммаде, алейхи салляту вассалям, не произносят этих слов, не говорят, да благословит его Аллах и приветствует. Или же слышат на уроках, в лекциях, в проповедях, что кто-то упоминает имя пророка, или же его самого, и не говорят, саллаллаху алейхи вассалям. Это является очень порицаемым делом. Именно об этом говорит пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, и так же будет горе тому, или же будет опозорен тот, будет унижен тот. Человек, который застал месяц Рамадан, и не было ему даровано прощение после его окончания. Насколько печально положение такого человека, который застает месяц, в котором открываются все врата рая, и закрываются все врата ада, и каждую ночь у Всевышнего Аллаха, субханаху ата али, есть глашатый, который вызывает и говорит, я баги аль хайри акбель, вот тот, в чьей душе, в чьем сердце есть добро, устремись к этому добру, начинай его делать. Говорит, я баги аль шарри аксир, и тот, в чьей душе присутствует что-то плохое, удержись себя от этого плохого, воздержись от совершения грехов. Тот месяц, о котором пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, Тот, кто будет поститься в месяц рамадан с верой на Всевышнего Аллаха, субханаху ата аля, и с надеждой на его награду, будет прощено ему. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, Тот, кто будет выстаивать этот месяц, с верой и надеждой, будет прощено ему то, что было из грехов. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, Тот, кто будет выстаивать ночь могущества или жаляйля туль-кадр с верой и надеждой, будет ему прощено, потому что это месяц Рамадан, месяц прощения, месяц милости Всевышнего Аллаха, и горе тому человеку будет унижен и опозорен тот, кто застал этот месяц и не было ему прощено. То есть он не взял тех причин, хотя эти причины были легко доступны, выстаивать намазы, совершать пост, просить о прощении Всевышнего Аллаха, покаяться перед ним в этот месяц, да будет унижен тот, кто застал этот месяц и не достиг прощения Всевышнего Аллаха, тогда как оно было так близко, тогда как все двери его милости были открыты. Именно об этом говорит пророк, и в последней фразе он сказал, и будет опозорен такой человек, родители которого достигли преклонного возраста и не смогли вести его в рай. Что значит не смогли вести его в рай? Это означает, что он не взял тех причин относительно своих родителей, которые послужили бы ему поводом вхождения в рай. Хорошее отношение к родителям, послушание и подчинение им является огромной причиной и одной из наилегчайших причин того, что человек может зайти в рай. И позор такому человеку, который застал своих родителей в преклонном возрасте, и вот все эти причины опять же были перед ним, но он не взял эти причины, отвернулся от них и проявлял плохое отношение к своим родителям, издевался над ними, может быть, мучил их как-то и так далее. Кто-то скажет, но я ведь не ослушаюсь своих родителей. Если они что-то повелят, то я делаю, если они что-то запретят, то я сторонюсь этого. Однако этого мало. Нам было велено проявлять бир благочестия по отношению к своим родителям. Одно дело, когда ты не ослушаешься, это ты отстраняешься от запретного. Однако тебе было велено делать нечто большее, не просто не ослушаться своих родителей, а еще плюс к этому проявить к ним благочестие, хорошее отношение. Делать им подарки, хорошо разговаривать с ними, уважительно к ним относиться, быть кротким в своих речах по отношению к ним. Вот это все требуется от верующего. И будет унижен тот, как сказал пророк Саулах Салям, кто застал своих родителей в преклонном возрасте. Вот эту легкую причину для вхождения в рай, но он не воспользовался ей. Этот хадис приводит имам от Термили, и шейх Мукбель сказал, что этот хадис достоверный. Продолжение следует...